всем привет дорогие друзья меня зовут людмила мандель я онлайн преподаватель английского языка обучаю взрослых студентов говорить по-английски я благодарю всех студентов которые выполнили задание по предыдущему видео и оставили свои комментарии вы молодцы вы чемпионы только так и получаются классные результаты когда ты услышал задание ты понял что тебе это нужно сделать принял решение и сделал получил свой опыт и пошел дальше вот это очень важно только так классные результаты и получается если вы еще по какой-то причине сделали задание обязательно сделайте друзья если вы делаете первые шаги в английском вам нужно вот нужно цепляться за любую практику устную и это хороший шанс если вы уже уверенно хорошо ориентируетесь в английском то помните что поддерживаю чтобы поддерживать навык на уровне нужно постоянно практиковаться нужно постоянно звучать я знаю огромное количество историй когда с серьезного уровня ничего не делая студенты падали и потом уже не могли подняться годами ничего не делали не могли подняться поэтому навык никогда не стоит на месте если вы если вы продолжаете работать да то да вы зависимости от того сколько вы занимаетесь в каком объеме либо поддерживаете этот навык либо двигайтесь вперед если вы ничего не делаете не поддерживаете навык то он неизбежно деградирует поэтому в любом случае это задание нужно выполнить записать себя и оставить свои впечатления по предыдущему видео ну а в этом видео мы продолжаем говорить о системе активизации грамматики в частности времен система которые дают моим студентам классные результаты которая помогает не только активизировать новую грамматику в устной речи не только строить чистенькие грамотные предложения легко и уверенно на автомате но и помогает прокачивать аудирование помогает лучше понимать на слух англоязычную речь это очень важно и сегодня мы поговорим о том как эта система работает на примере моих студентов дело в том что когда ты слышишь систему делай раз два три получишь такой результат поначалу кажется все легко как бы ну все понятно да и вот мы вот это делаем получаем такой результат все круто но когда ты начинаешь работать когда ты начинаешь делать первые шаги и вопросы возникают вот просто на 1 как делать то а вот это не получается а вот это не хочется а вот на это мне времени не хватает, мне кажется, этого не нужно. Какой-то самосаботаж и так далее. То есть теория и практика, вы знаете, между ними огромная пропасть. И нужно просто делать уверенные шаги в этом направлении, чтобы получить реальный результат. Сегодня я вам хочу рассказать историю про одного моего студента Игоря, который проходил курс «Грамматический активатор времена». Он вписался в курс с начальным уровнем. До этого было долгое время, не было практики, много лет не было практики. И говорить ему было очень тяжело, правила вспоминались с трудом. Словом, я очень переживала, когда Игорь вписался в пакет с коуч-группой. И на первых порах ему было очень тяжело. То есть в коуч-группе были студенты с более продвинутым английским, говорить было значительно легче. И на первых порах ему приходилось прилагать огромное количество усилий для того, чтобы строить предложения, для того, чтобы участвовать в коуч-группе наравне с другими ребятами. Но вместе с тем Игорь из тех, кто делает абсолютно все на 100%. То есть это я увидела сразу и поняла, что этот студент реально вгрызается в тему, вникает в нее на 100%, делает все, абсолютно все. Давайте пройдем по нашей системе. Что касается работы с теорией и в нашем случае с видеогидом. Игорь работал качественно, выполнял все задания по ходу работы с видеогидом. Строил свои предложения, а причем строил свои предложения, которые были про него. То есть они такие особенные, уникальные, интересные, характерные именно для его ситуации. Выполнял все упражнения, хотя ему было очень тяжело. Включался самосаботаж. Не хотелось выполнять какие-то упражнения. То есть казалось, это что-то такое занудное, что-то скучное. Вот эти пропуски заполнять. Или вопросы строить, порядок слов. Не хотелось. Но, как часто это бывает, упражнение или какое-то занятие, упражнение, которое ты не хочешь делать, оно же тебя в итоге серьезно продвигает. Вот упражнения нужны для чего? Для языковой практики. Для того, чтобы появлялась, знаете, такая, ну, что называется, языковое чутье. Языковое чутье, языковая интуиция, можем еще сказать. Когда ты на большом объеме уже начинаешь понимать, ага, вот это вот это время, а вот это вот это время. Это на одних примерах из теории ты не выстроишь свою интуицию. Это очень-очень важно. Так же, как жизненный опыт. Мы говорим, да, у этого человека большой жизненный опыт. Что это значит? Много лет прожито. У этого человека богатый, да, опыт в этой сфере деятельности. Что это значит? Много, много проектов, много клиентов, много результатов. Так же и с языком. Вот эти предложения помогают набирать тебе языковой опыт, чтобы быстрее все процессы у тебя происходили. То есть, несмотря на самосаботаж, все упражнения Игорь делал, учитывал замечания, слушал ключи, задавал вопросы, если что-то было непонятно и так далее. То есть, все очень качественно. Сервисы интервальных повторений. Сервисы интервальных повторений. Ну, вот это, это то, в чем Игорю не было равных на курсе. Реально. И он даже приз получил за, вот именно за сервисы интервальных повторений. Он получил приз за то, что он был абсолютным лидером на протяжении 6 недель. Другие ребята спрашивали, а как же получились такие вот результаты. Что, что ему дало, вот именно дала работа на сервисах интервальных повторений. Во-первых, нужно понимать, что это была ежедневная работа. Полчаса в первую половину дня, полчаса во второй. Да, мы спрашивали Игоря, как он работает и как он получает такие очки. Там же система очков и по очкам видно, да, сколько человек реально работал по времени. Неизбежно. Нельзя за 5 минут получить такое количество очков, которые ты получаешь за час работы. То есть, мы спрашивали студента. То есть, получалось так, что Игорь работал 2 раза в день по полчаса. И вот работа на сервисах интервальных повторений дала ему очень много. Во-первых, это регулярность. То есть, ты как хочешь, а так же как антибиотики мы принимаем по часам. И накопительным эффектом они обладают. Так же работа на сервисах. Что-то повторяется в естественной, да, в такой легкой манере. Ты не прилагаешь никаких усилий, чтобы повторить тему, которую ты изучал неделю назад. На сервисах все это происходит автоматически. Это очень-очень классно. Потому что не нужна сила воли для того, чтобы выучить эти правила. Не нужна. То есть, ты делаешь легко и интересно. Заниматься легко и интересно. Если ты едешь в метро, занимаешься. Если ты сидишь в очереди, занимаешься. То есть, можно найти возможность позаниматься на сервисах всегда. Игорь это делал. Делал это с успехом. Делал это качественно. И это очень сильно помогло ему прокачать не только правильный порядок слов на автомате. Потому что, ну, реально времена и правильный порядок слов, он за счет того, что в сервис забиты прямо уже целое предложение, он буквально врезается в мозг. Правильный порядок слов. Ты не задумываясь воспроизводишь вот эти предложения. И там, где другому студенту, студенту, который, например, не работал на сервисах, нужно думать, вспоминать, анализировать. Студенту, который работал на сервисах интервальных повторений, этого времени не нужно. Все происходит быстрее. Времени экономится больше. Но об этом мы еще поговорим. Следующий этап, финальный этап, это устная практика, устное задание, запись себя. Тоже некомфортное действие было, я знаю. Тоже не хотелось записывать себя. Потому что ни одно и то же просто проговорить и записать себя, отправить куратору. Две большие разницы. Но и это упражнение обладает колоссальным продвигающим эффектом. Потому что, когда ты записываешь себя, и ты знаешь, что тебе нужно отправить эту куратору, он это послушает, ты много раз практикуешься. Ты звучишь. То есть ты делаешь несколько попыток, прежде чем ты отправляешь эту запись куратору. Что такое попытки? Это практика, друзья. Это не что иное, как устная практика. И поскольку такие задания несколько раз в неделю, то, соответственно, практики было много, практика была регулярная и практика была правильная. Отсюда такой классный эффект. Что могу сказать? Благодаря работе по этой системе, качественной работе, стопроцентной работе по пятишаговой системе отработки грамматики, к концу курса Игорь, поскольку в коуч-группе все студенты как на ладони, их немного, с каждым мы беседуем два раза в неделю, к концу курса Игорь уже говорил на уровне со студентами, которые пришли гораздо более продвинутыми в курс. То есть была проделана такая работа, благодаря которой к концу курса легко строились предложения, быстрее реакция. То, что сразу бросается в глаза. Быстрая реакция. Мозг быстрее обрабатывает информацию, мозг быстрее выдает правильный ответ. То есть работа на сервисах, запись себя, качественная работа по всем пяти этапам дала совершенно классный результат. И это на уровне навыка. То есть это уже на уровне устной речи. Еще один классный эффект, которым делился с нами Игорь, это то, что в конце курса он посмотрел фильм на английском языке и понял 80-90% этого фильма. Только за счет грамматики. То есть до этого он смотрел этот фильм, понимание было на уровне 20-25% где-то. На концу курса уже 80-90% где-то так. Только за счет правильных структур. Почему так? Как удалось добиться такой эффект? Вы скажете, да как это может быть, Людмила? Дело в том, друзья мои, что времена в английском и времена в русском они отличаются. В английские времена, так называемые, заложено гораздо больше значения, гораздо больше смысла, чем мы можем себе представить. Просто вот этот костяк, подлежащий, исказуемый в каком-то времени, они уже сообщают носителю языка. И, соответственно, носитель с помощью вот этой временной формы, видовременной формы сообщает нам гораздо больше, чем, например, мы сообщаем в русском языке. То есть очень много нюансов. Вот если вы владеете вот этими базовыми временами, базовыми структурами, то только за счет этих скелетиков вы уже можете не фокусироваться на том, на начале предложения. Вы только фокусируетесь на хвостике. То есть когда времена у вас есть, почему прокачалось аудирование, почему стало лучше понимать на слух, потому что уже легче, меньше усилий нужно потратить мозгу на обработку информации. То есть когда уже время есть, уже сразу понятно, многие моменты только за счет подлежащего сказуемого, в частности, за счет сказуемого проясняются. И тебе остается понять только хвостик. Так работают любые шаблоны и грамматические шаблоны, а по сути время это грамматический шаблон. Мы можем так условно назвать его грамматическим шаблоном. Так это работает. То есть понимать, чтобы понять англоязычный аудио, англоязычный фильм, например, вам нужно просто меньше усилий, вам нужно меньше времени на обработку информации. Поэтому такой эффект получился. Вот такие результаты обусловлены, во-первых, качественной работой по всем пяти шагам системы активизации грамматики. И особенно отдельно я бы хотела выделить два элемента. Это, конечно же, качественная работа на сервисах интервальных повторений и запись себя. Да, некомфортное действие, но очень-очень-очень продвигающее действие, если вы выполняете его регулярно, постоянно и с полной отдачей. Вот такие результаты можно получить. Вот такие результаты каждый из вас может получить, если вы проработаете каждую тему качественно по всем пяти шагам. И прямо сейчас я хотела бы попросить вас написать в комментариях к этому видео, насколько работаете вы с сервисами интервальных повторений именно в плане грамматики. Если работаете, то насколько это для вас эффективно, если нет, то, может быть, вы работаете с сервисами по лексике или занимаясь какой-то другой темой. Напишите, насколько эффективно у вас проходит работа по сервисам интервальных повторений, потому что это, конечно, термоядерное средство и его нужность будет. На сегодня все, друзья. Ну, а в следующем видео я отвечу на самые, скажем так, горячие вопросы, которые чаще всего задают мне студенты по изучению грамматики. О том, как получить максимальный эффект от самостоятельных занятий грамматикой. С вами была Людмила Мандель. До встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!